Импичмент президента, коррупционные скандалы, экономический кризис, массовые гражданские протесты, распространение вируса ЗИКа. Бразилия готовится принять главное спортивное событие четырехлетия – летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Готова ли страна к проведению мероприятия и стоят ли Олимпийские игры того, чтобы бороться за право их принятия? Этими вопросами задается корреспондент британской газеты «The Guardian» Джон Уоттс в статье «100 дней до Рио». Это будет большая вечеринка, после которой останется много мусора. Джон Уоттс отмечает, сначала жители Бразилии рассматривали возможность проведения в их стране первых Олимпийских игр в Южной Америке как дар божий, сейчас как его наказание. Многие из них откровенно говорят, Олимпийские игры – это вечеринка для богатых иностранцев, а мы получим наследство только мусор и долги. В стране растет недовольство огромными государственными расходами на строительство спортивных объектов в то время, как уровень жизни населения стремительно падает. Джон Уоттс пишет, с помощью проведения Олимпийских игр правительство Бразилии хотело показать всему миру уровень развития и мощь государства. Проведение в своей стране Олимпиады – большой праздник для политиков, но для населения этих стран такие события, как Чемпионат мира по футболу или Олимпийские игры, не несут ничего хорошего. Ради строительства спортивных объектов людей выселяют из домов. Без необходимости тратят огромные государственные средства. Сейчас в Бразилии пустуют стадионы, построенные по случаю Чемпионата мира по футболу 2014 года. Проведение этих событий обходится слишком дорого населению Бразилии. Но если страна, которая организовывает Олимпиаду, несет такие финансовые затраты, то почему же эти страны борются за то, чтобы подать заявку и провести у себя Олимпиаду? Об этом рассуждает старший научный сотрудник аналитического центра Евросоюза по вопросам безопасности Джеральд Стенг в статье «Сочи. Игры на грани». Автор отмечает, надежды на то, чтобы на экономический рост и инфраструктурное улучшение мотивируют страны подавать заявки. Эти утверждения основаны на уверенности, что игры привлекут туристов и мировой бизнес. В качестве примера обычно приводят прибыльную Олимпиаду 1984 года в американском Лос-Анджелесе. Но, подавая заявку на проведение Олимпиады, продолжает Джеральд Стенг, правительство преследует и более специфические цели. Для многих стран Олимпиада имеет большее значение, чем просто экономическая выгода. Государства ведут борьбу за право принимать Олимпийские игры потому, что они, как правило, пользуются популярностью среди общественности. Олимпиада предоставляет возможность показать успехи национального развития и достижения страны. Важно и международное признание, но в большей мере для вознесения национальной гордости государства. Джеральд Стенг также указывает свидетельств того, что спортивные события действительно стимулируют туризм или иностранные инвестиции очень мало. А потратить огромные деньги на краткосрочный проект – сомнительная с экономической точки зрения стратегия. На самом деле Олимпиада в Лос-Анджелесе окупилась только потому, что не нуждалась в строительстве стадионов. Во многих же случаях Олимпиады приводили к разрушению экономик государства, подчеркивает Джеральд Стенг. Опыт прошлых Олимпийских игр показывает, что их проведение может стать слишком дорогим удовольствием. Канадскому Монреалю потребовалось 30 лет, чтобы погасить долги после принятия Олимпийских игр 1976 года. Возможно, греческие Афины так никогда и не смогут погасить долги после Олимпиады 2004 года. Когда игры в Сочи окупят вложенные в них 51 миллиард долларов, остается загадкой. И Джеральд Стенг отмечает очень интересную тенденцию. До 2000 года главные спортивные события мира проводились преимущественно в странах Запада. С начала же нового века ситуация кардинально изменилась. Большинство спортивных мероприятий проводятся в развивающихся странах. Они используют соревнования, чтобы продемонстрировать свой статус и влияние на международной арене. Россия, к примеру, о которой ты говорила, провела самую дорогую в истории Олимпиаду в Сочи в 2014 году, чтобы продемонстрировать возвращение Москвы на ведущую роль в мировой политике. После Олимпиады, напомним, последовали аннексия Крыма, война на востоке Украины и в Сирии. Джеральд Стенг также подчеркивает, что страны Запада прагматично относятся к идее потратить миллиарды долларов на проведение больших спортивных событий. Автор приводит пример немецкого города Мюнхен. Его жители на референдуме в 2013 году отказались от возможности проведения зимних Олимпийских игр в 2022. Причина простая. Слишком дорого для богатейшего города Германии и Европы. Как отмечали жители Мюнхена, нам не нужны пафос и престиж. Мы думаем о том, что будет завтра, после игр.